приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы мира вам и добра и благодатной погоды сегодня 20 мая 2022 года убывающая луна совсем недавно было полнолуние лунное затмение сожженный путь полнолуния позади и вот в это время в эти дни убывающая луна будет еще сегодня находиться в знаке козерог до 15 часов 51 минуты а с 15 часов 2 минут луна будет без курса поэтому все посевы и посадки обочных и цветочных растений а также садовых нужно завершить до 14 часов желательно вот сделать все работы до 14 часов это касается и рассадных кабачков и посева семян этого теплолюбивого и популярного растения у дачников у огородников трудно представить что кто-то их не выращивает знаю все очень любят этот овощ мы же высадили рассаду кабачков искандер вчера 19 мая температура снова вернулась к почти летним показателям после позавчерашнего снижения температуры ночью до плюс 10 градусов и то это было несколько часов утром выращиваем кабачки в бочках земля здесь быстро прогревается а в случае похолодания закутываем бочку с растением акроволокном оптимальная температура для благоприятного роста и плодоношения кабачков от плюс 22 до плюс 27 градусов вот как мы высаживаем кабачки и в этом году есть некоторая новая особенность выращивания этого растения в посадке этого растения сегодня 19 мая 2022 года хорошее время для посадки рассады рассады кабачков в бочке у нас бочку мы засыпались осенью землей плодородные из сада и вот здесь остатки кухонные здесь есть скорлупа яиц и различные продукты все это сюда засыпалось но сейчас еще добавлю вот у нас здесь рыбная мясокосная мука и кормовые дрожжи и сейчас сюда на бочку это где-то у меня получается 350 миллилитров здесь достаточно потому что здесь очень много органики и земля и сада очень хорошая прекрасно было видите она какая и теперь перемешиваем да кстати замочена заранее потому что мы не поливаем но зато саму рассаду я раствором вот этого картоплекса здесь очень хорошо именно для рассада видите замачивать поэтому я решила не замачивать у меня осталось после посадки картошки а просто сюда раствор залила чтобы полностью пропиталась все вот именно вся вот эта часть к корням потому что вот эти бактерии позволяют растениям очень хорошо расти и перерабатывают органику и делают ее легко усваиваемой для корней растений и отправляют все питательные вещества конечно же вверх к листикам к плодам ну а теперь делаем вот такую перемешанную хорошую плодородную земельку отлично уже воздух у нас прогрелся даже прохладный был период пару дней даже капельки дождя были немножечко дождя мы высаживаем стараемся это у нас кстати трубка здесь сокатыши здесь мы поливаем летом потому что забивается земля вот у нас практически готова мокрая влажная земля потом мы ее польем раствором молока но это будет уже на следующей неделе вот смотрите прекрасно замочилась хорошо вот этими веществами я более полный анализ сделаю картинку вы сейчас увидите что это такое вот и почему я в этом году использую этот картоплекс биопрепарат потому что нужно чтобы хорошо работали корни вот так вот и чтобы растение было здорово и устойчиво против различных заболеваний это очень важно сделать вот таким образом вот у нас кабачок уже посажен вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск его подготовили как всегда раиса горяченко и александр волик желаем вам хорошего вырожая кабачков и других овощных растений постарайтесь сегодня высадить если конечно же погода соответствует хорошим условиям выращивания этих и других овощных культур или же в теплице или же в открытом грунте всего вам самого-самого доброго мира каждому сердцу света божественной любви каждому человеку на земле прощаемся всего-навсего до завтрашнего утра пока пока